Раздравнадзор нашел следы женского обрезания. Раздравнадзор нашел следы женского обрезания. Результаты проверки Бестклиник переданы в Следственный комитет коммерсанта 26 декабря 2018 года, 18-19, обновлено в 23.42. Раздравнадзор завершил проверку в подразделении Мецентра Бестклиник, на сайте которого была размещена информация об услуге женского обрезания, которая проводится по религиозным мотивам. В итоговом акте сообщается об обнаруженном прескуранте на услуги по клитореэктомии, в том числе и с удалением клитора. Также установлено, что услуги по пластической хирургии оказывал непрофильный специалист. Аборты проводились в день обращения, без предоставления пациенткам так называемых «дней тишины». Раздравнадзор направил информацию в Управление Следственного комитета по Москве в связи с наличием признаков уголовного преступления. В распоряжении твердый знак оказался акт внеплановой проверки, которую провел Раздравнадзор по Москве и Московской области в ООО «Классикус», торговая марка Бестклиник. Напомним, в конце ноября Медуза сообщила, что медцентр Бестклиник предлагал на своем сайте услугу клиторэктомии женского обрезания. На сайте клиники отмечалось, что медицинских показаний для операции нет, вмешательство проводится по религиозным или ритуальным мотивам. При этом обрезание проводится девочкам до начала полового созревания, обычно в возрасте от 5 до 12 лет. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, называет женское обрезание калечащей операцией, которая не имеет пользы для здоровья девушек и женщин, и заявляет, что практика нанесения увечья женским гениталиям является нарушением прав человека. После появления информации в СМИ на сайте Бестклиник сначала изменили описание процедуры, а затем разместили официальное сообщение, что процедура проводится исключительно по медицинским показаниям. Услуга клиторектомии не предлагалась и не оказывалась Бестклиник лицам, не достигшим 18 лет, что религиозные деятели думают о женском обрезании. Представители Московского раздравнодзора проводили проверку в клинике с 3 по 24 декабря 2018 года и завершили 24 декабря. В соответствии с пояснением головврача ООО «Классикус» информации о предоставлении услуги клиторектомии на сайте организации размещена ошибочно и удалена, говорится в акте проверки. Тем не менее в прескуранте медицинской организации имеются услуги по проведению трех типов операций на клиторе, в том числе первого типа с удалением клитора. В номенклатуре утвержденных приказом Минздрава России от 13 октября 2017 года имеется услуга, предполагающая выполнение пластики клитора, но не удаление клитора, отмечается в документе. В среду, 26 декабря, раздравнодзор выпустил официальный релиз по итогам проверки, в котором указывается, что проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан. Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно наказуемого деяния. Твердый знак публикует оценку практики женского обрезания в мире Всемирной организации здравоохранения. В акте проверки также сообщается, что специалисты раздравнодзора нашли большую часть документации пациентов в разрозненном состоянии в трех помещениях. Деятельность в операционной остановлена, и начат ремонт в день получения приказа о проведении внеплановой проверки, говорится в документе. В числе выявленных нарушений значится также отсутствие обезд клиник лицензии на пластические операции в стационарных условиях. Проверка установила, что одно из пациенток 19 ноября 2018 года провели операцию под спинальной анестезией, она находилась в клинике до следующего дня. В акте также сообщается, что оперативное вмешательство по профилю пластическая хирургия выполняла непрофильный специалист акушер-гинеколог. В нарушении приказа Минздрава об утверждении порядка оказания медпомощи по профилю пластическая хирургия, отмечают проверяющие. В клинике нет рентгеновского отделения, оснащенного стационарным аппаратом КТ, маммографическим рентгеновским аппаратом или аппаратом МРТ с возможностью выполнения МРТ молочных желез. Отсутствует клиника-диагностическая лаборатория и кабинет трансфузиологии. В отделении анестезиологии и реаниматологии нет оснащенных преднаркозной палаты и палаты пробуждения. Аборты в клинике проводили в день обращения. Напомним, как ранее объясняла твердый знак главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян, с 2011 года по закону об основах охраны здоровья граждан РФ женщинам, которые запланировали аборт, предлагается подождать от двух до семи дней, чтобы обдумать решение. В акте проверки Московского раздравнадзора также уточняется, что результаты исследований, которые необходимы перед абортом, были получены лишь на следующий день, а период наблюдения за пациенткой составлял 2 часа 20 минут вместо положенных 4 часов. При этом подписанная пациенткой информированное добровольное согласие на искусственное прерывание беременности не соответствует установленной форме, не доводит до пациента всех обстоятельств процедуры. ООО «Классикус» не соблюдает требования порядка предоставления платных медуслуг, отмечается в акте, в медкарте стационарного больного не заполнены все предусмотренные поля. В том числе отсутствует сведение о группе крови, резус принадлежности. Таким образом, в деятельности БЕСТ Клиник выявлены административные правонарушения, предусмотренные СТ. 14.1 КОАП РФ Безлицензионная деятельность СТ 14.1 КОАП РФ Грубые нарушения лицензионных требований Отмечается в релизе Раздравнадзора Информация передана в КСУСК по Москве в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного СТ. 238 КОАП РФ Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Минздраве РФ пока отказались от комментариев. В Генпрокуратуре 30 ноября сообщили, что после появления информации о возможном проведении женского обрезания в БЕСТ Клиник поступивший в надзорные органы обращения были направлены в Минздрав и Раздравнадзор в целях оперативного реагирования. В БЕСТ Клиник не ответили на запрос твердый знак по поводу результатов проверки Раздравнадзора. Антон Морошкин, Валерия Мишина